История успеха с русским акцентом. Чем занимаются наши соотечественники за рубежом? Как удивляют иностранцев? И как завоевать мир без копейки в кармане? Работа за рубежом есть, и она может приносить очень хорошие деньги. Только вот что нужно сделать, чтобы найти эту работу и заработать? Давайте посмотрим. Кажется, со времен грибоедовских французского с нижегородским так виртуозно смешивать языки не умудрялся никто. Его дизайн могут носить любого возраста, любого шейпа, сайта, хайта. И он таймлесс. Я его имею в виду еще, я помню, первый сут, когда мне было 18 лет, мой джаб-интервьюс. Этот монолог с акцентом мгновенно облетел мир. Ролик в интернете набрал сотню тысяч просмотров, сделав Зои Виксельштейн настоящей звездой. Я открыла мой первый магазин, это было 20 лет тому назад, в downtown. Назывался Зои's Fashion. С людьми я работаю много лет. Эти же клиенты ко мне приходят. Я их обожаю одевать. Я знаю все о них, какой у них wardrobe. Зои Виксельштейн в девичестве Красницкая. Вопреки народной молве, живет вовсе не на Брайтоне. Она из Торонто. Эмигрировала вместе с родителями, еще ребенком. Семья, двое детей, три небольших магазина одежды. Потом был репортаж на местном телевидении. И выяснилось, что угадать, как слово наше отзовется, действительно никому не дано. Теперь она бизнес-вумен, селебрити и настоящий эксперт по стилю. Можно надеть капри-джинсы, красивые блузки под низ и накинуть джакет. Можно так на работу тоже выйти. Можно так пойти погулять потом. Так что он универсал и модно все. Московский парень Данила Поляков модных советов никогда не слушал. Даже если в гардеробе нашлись туфли от кутюр, Жан-Поль Гатте, между прочим, две тысячи долларов за пару. Его ничто не остановит. Жан-Поль Гатте, в общем, я не люблю, что это делать. А все, что думают остальные? Не, на, чхать! Он родился в многодетной семье. Папа художник, мама учительница. В школе над ним смеялись, наряды уж очень неподходящие. Я одно время, конечно, стеснялся, когда мне, например, какие-то вещи были от братьев. Спустя время я, наоборот, начал это ценить. В родном московском районе Чертаново его даже били. Но стать как все он все равно не захотел. Мне били морду за то, что у меня черные ногти. Компания, компания, ну, а что ты можешь делать против, как бы, да, шести человек, которые бьют бутылки? Окей, можно научиться стоять за себя жестко, да? Пойти заниматься, всю жизнь посвятить этому. А жизнь-то дальше проходит, и что дальше ты будешь делать? Лучше иногда получить за черные ногти, но тебя это как-то научит психологически справляться с этим. Сначала Поляков занялся танцами, даже в балете певицы Валерии засветился. Потом снялся для модного журнала. А дальше были Милан, Париж и Лондон. Самая известная в мире модель Андрогин. Он нарасхват на всех мировых подиумах. Сергей Боловин в своих модных пристрастиях консервативен, зато во всем остальном авантюрист. Полтора года назад он решил объехать мир, причем совершенно бесплатно. Я понял, что можно жить вовсе без денег, пользуясь только натурального обмена. И вот решил совершить такое кругосвежье путешествие без кошелька. Схема простая. Он рисует портрет, взамен ему либо покупают что-то необходимое, либо кормят, либо позволяют переночевать. 15 тысяч километров, 18 стран, полторы тысячи портретов. И все это совершенно бесплатно. Чтобы люди понимали, куда я еду, надо написать название города. Сейчас напишу Берлин, будет ясно, что я на Берлин направляюсь. О своих путешествиях Сергей Боловин рассказывает в интернет-дневнике. Так что теперь уже не он предлагает свои услуги, а его приглашают в гости в разные точки земного шара. Его работы украшают музеи и частные коллекции по всему миру. А он продолжает движение. Говорит, в погоне за мечтой главное не останавливаться. Ну мы тут говорили, конечно, про технореи, про Бауманту, такой обобщенный образ. Ален, насколько творческие россияне, то есть насколько творческие профессии востребованы на Западе? Нет, нет истории про востребованность творческой. Есть история про то, что если ты талант, это по всему миру так. Тебя берут лучшие трупы, тебя берут на подиумы и прочие вещи. Тут вопрос индивидуального таланта. Хорошо. А насколько гуманитариям легко найти работу? Вот по вашему опыту за границей. Ну, как вы считаете, что если я закончил Российский университет дружбы народа, бывший по три словом, и три раза я был избран экспертом организации ВНИК нации в последнее время комитета по социально-экономическим и культурным правам на альтернативной основе. Но вы как российский гражданин, а не как эмигрант. Нет, я имею в виду насчет конкуренции. Насчет конкуренции, потому что всего 18 экспертов в организации ВНИК нации из Восточной Европы, три места, но мы постоянно занимаем эти места. Самое главное, еще раз подчеркиваю, что надо знать, что хочешь. Это первое. И второе. Надо иметь бэкграунд очень серьезный в этом отношении. В Российском университете дружбы народа, и я уверен, что и в Плеханове, есть программы с двойным дипломом. Это что означает? Если молодой человек хочет, чтобы увидеть весь мир и быть профессионалом, он должен идти в тех вузах, где даются эти дипломы, и это автоматически дает возможность, чтобы он был специалистом и здесь, и там. Понимаете? Абсолютно верно. Кстати, существует программа двойного диплома. То есть наш университет подписывает договор с каким-то западным. И даже не с одним. С немецким, французским, американским и так далее. И они выдают одновременно, у человека учатся интенсивнее, чем обычно, но выдают второй диплом западного университета, который облегчает все это трудоустройство. Что касается инженеров, я хочу сказать, что недавно Министерство обороны Российской Федерации подписало соглашение Министерством науки и образования о специальной подготовке инженеров для Министерства обороны. Так что этой специальности у нас не хватает. Хорошо, замечательно. Хочу напомнить вам о том, что нас сейчас все-таки смотрят люди, которые живут за границей. То есть это наши соотечественники за рубежом, у которых чаще всего и двойное российское гражданство. Насколько вот такие люди востребованы компаниями российскими, западными? Рекрутируют ли их сюда, в Россию, из-за границы? Как часто это бывает? Да, в последние годы очень большой запрос на таких людей по разным специальностям. Начиная от управленцев, они несут некий большой управленческий опыт, если они работали в крупнейших компаниях, заканчивая профессионалами во многих областях. То есть кто здесь больше нужен? Соответственно, первое, что скажу, этим людям хорошо платят, они востребованы. Но, конечно, востребованы не все. Востребованы высокоуровневые управленцы, востребованы ученые. Вот то, что я не сказала в первой части, вот обратите внимание на такую смешную штуку. Мы сначала отпускаем наших ученых, потому что действительно не хватает лаборатории и прочее. А потом, через много лет, покупаем их обратно, сейчас за очень большие деньги, просто за гигантские деньги, для того, чтобы они снова везли к нам эту экспертизу. Главное, чтобы эти деньги-то были. Спасибо. Михаил, насколько востребованы наши соотечественники, которые живут за рубежом, вот в кадровом смысле здесь, на российском рынке. Как часто их рекрутируют сюда, из-за границы? Если говорить об основной массе соотечественников, проживающих за рубежом, и которые желали бы вернуться в Российскую Федерацию и работать, то, к сожалению, эти люди не востребованы. Если мы не говорим об ученых, которых были вложены там, за рубежом, огромные деньги, и которых мы теперь покупаем за миллионы, а об обычных людях, которые по той или иной причине оказались за рубежом, может быть, даже родились и сейчас хотят вернуться на свою историческую родину, то, к сожалению, они приезжают в достаточно сложные условия, гораздо худшие, возможно, чем те, которые есть у них за рубежом. Программа по привлечению к возвращению соотечественников, она практически не работает. Да, по 10 с лишним тысяч человек у нас возвращается, но они сталкиваются с такими колоссальными трудностями, когда приезжают на родину, что, наверное, многие жалеют о том, что покинули теплые за рубежом. Не согласен. Это как раз, вы знаете, с такими проблемами сталкиваются те люди, которые приезжают, что им кто-то вот должен, им обязан, что поскольку он поработал в Германии, в Америке, ему обязано что-то такое дать. Они, то есть, заранее не хотят участвовать в такой нормальной конкуренции. И у этих людей, как я сказал, действительно бывает разочарование и где-то, так сказать, поражение и так далее. Но есть люди, я вижу огромное количество людей, которые, поработав за границей, приезжают сюда. Если они с уважением относятся к условиям, которые они здесь у нас приехали, если они не требуют для себя ничего, они получают очень много. Будьте проще, и люди к вам потянутся. Заканчиваем эту программу. Вопрос ко всем в режиме БЛИЦ, пожалуйста. Как вам кажется, господа, стоит ли рискнуть в погоне за счастьем и искать работу за границей? Или все-таки синица в руках лучше призрачного журавля в небе? Стоит искать работу своей мечты и выстраивать свою карьеру. И смотреть на весь мир, как на тот вот, ну, на тот какой-то глобус, на котором можно искать поработать здесь, поработать там, обогащаться компетенциями и искать работу своей мечты. В какой стране она будет, непонятно. Спасибо. Пожалуйста. Возможностей найти свою птицу счастья в России гораздо больше. Именно в России молодые люди имеют возможность стать руководителями в 20 лет. Именно в России они могут получить государственную должность, не достигнув еще 30 лет. Хорошо ли это, вот, кстати? Ну, они все-таки получают ее не за то, что... Все в мире считается хорошо. Хорошо. Все в мире хорошо. Хорошо. Асануф Кривич, пожалуйста. Синица или журавль? Россия – это страна и эмиграции, и эмиграции. Это очень хорошо. Утечка мозгов всегда была и будет, если страна непривлекательна. Поэтому наша задача, чтобы создать все условия для того, чтобы граждане, прежде всего, находили работу здесь. Ездить в другую страну, поучиться, там какие-то опытные, приобрести компетенции, и вернуться назад – это прекрасный, очень разумный выбор. А сейчас посмотреть мир надо немножко. Это очень хорошо. Ну что же, говорят, работа не волк, в лес не убежит. Но мы, похоже, готовы за работой, готовы бежать на край света. Только давайте, конечно же, помнить, что прежде чем пуститься в путь, хорошо бы, как минимум, вооружиться картой. И хорошенько подумать, что именно, кроме желания красивой жизни и больших денег, вы готовы предложить будущему работодателю. Это была программа «За границей». Я Павел Селин. Всего вам самого хорошего. Увидимся через неделю. Павел Селин. Продолжение следует...